Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 27 ноября. Меня зовут Наконечный Александр, и сегодняшнюю торговую сессию мы с вами проведем вместе. Из наиболее важных, актуальных событий, которые на сегодня уже состоялись, это решение по процентной ставке в Новой Зеландии. Как мы с вами ранее и прогнозировали, Банк Новой Зеландии снизил процентную ставку на 50 боесных пунктов. Мы к этому чуть вернемся позже, посмотрим, что произошло на графиках. Также сегодня стоит ожидать очень важный блок статистики из Америки, который выходит в 13.30 по времени GMT. В первую очередь это блок, это новость расходов, личных расходов. Соответственно, мы видим, что личные расходы растут на 0,1%. Да, незначительно, но так или иначе, это один из факторов возможной остановки снижения инфляции и, соответственно, здесь последующих от этого последствий. Также у нас сегодня выходит в 13.30 ВВП квартальное, предыдущее значение 3.0%. Прогнозируется, что ВВП снижает темпы роста до 2.80%. Новость не позитивная. И также в это же время, в 13.30 по времени GMT число первичных заявок на получение пособий по безработице. Здесь мы видим, что значения у нас близко к предыдущему. Это значения выше 200 тысяч, значения на 2 тысячи отличаются от предыдущего. Так или иначе, да, но здесь прогнозируемые значения небольшие, но они не такие катастрофически ужасные, как это было некоторое время назад. Ну и также, конечно, стоит рассмотреть запас сырой нефти. И мы видим, что запас сокращается на 1 миллион 300 тысяч баррелей. Что ж, давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на графике. Давайте, как мы с вами обычно начинаем, с индекса доллара. Индекс доллара у нас торгуется в районе отметки 106.75. Что ж, мы видим, что в рамках текущей недели цена, в рамках текущей предыдущей недели цена преодолевала отметку 107, тестировала 108, уходила вниз на 106.50. Но так или иначе, торгуется в районе отметки 107. И мы ждем, что цена будет закрепляться выше значения 107, да, с последующими целями 108 и выше. Если вкратце подвести, здесь также можно отметить предыдущие данные, которые мы получили. Даже не данные, а отчеты по заседанию ФРС, отчеты с ФОМСа. ФРС может взять паузу, если инфляция может опять начать расти. Да, если, соответственно, ФРС возьмет паузу снижения процентов ставок, мы здесь опять-таки увидим, что индекс доллара может приобрести дополнительные импульсы для дальнейшего роста 107. Сейчас цена торгуется возле отметки 107, потому что просто не хватает информационного импульса. Я думаю, что ФРС все-таки этот импульс создаст своими дальнейшими заявлениями на фоне того, что инфляция не будет снижаться. Также было заявление о том, что уместно будет продолжать постепенно снижать процентную ставку, если таковые условия позволят в экономике. Соответственно, мы видим, что ВВП по прогнозам сегодня также будет снижаться, что опять-таки не будет создавать наиболее благоприятные дальнейшие условия для снижения процентной ставки. Наоборот, могут оставить ее на прежнем значении. Смягчение также может быть ускорено, если рынок труда сильно ослабнет, или экономическая активность пойдет на спад. Экономическая активность мы видим, что идет на спад. Ну что ж, поэтому сегодняшние данные по ВВП все-таки остаются наиболее интересными и важными значениями, за которыми мы с вами как трейдеры должны следить. По техническому анализу мы видим, что индекс доллара продолжает находиться в боковом тренде. Цена пробила отметку 106. В принципе, мы можем говорить о том, что при закреплении выше 107 цена имеет очень широкий коридор для дальнейшего роста. Давайте рассмотрим другие наиболее важные инструменты. Давайте посмотрим за золото. Золото на текущий момент времени котируется на отметке 2646 долларов. По золотам у нас с вами прогнозы остаются прежними. Мы ожидаем, что золото все-таки перейдет в нисходящий тренд. Одним из факторов перехода в нисходящий тренд у нас будет нормализация ситуации на Ближнем Востоке между Ливаном и Израилем. С сегодняшнего дня с четырех часов по местному времени между Ливаном и Израилем вступило соглашение о прекращении каких-либо боевых действий. Что ж, это дополнительный фактор к тому, что защитные инструменты на рынке могут быть уже не так интересны инвесторам. И золото, в свою очередь, может обратно вернуться к каким-то значениям, которые мы с вами ранее прогнозировали в районе 2500 долларов за унцию. Что ж, следим за золотом. На текущий момент времени в рамках сегодняшней торговой сессии мы среднесрочные позиции не рассматриваем, потому что последние дни мы видим, что после сильной распродажи, которая случилась с отметки 2720 до 2600, золото находится фактически в боковом тренде с попыткой небольшой коррекции. После завершения коррекции мы будем рассматривать новые позиции на продажу. Пока идеальная ситуация для трейдеров, которые работают внутри дня, для трейдеров, которые хотят зайти в среднесрочные позиции. Здесь лучше дождаться сантимента, который будет на нашей стороне. Сейчас сантимент здесь нейтрально составляет 50%. То есть мы пока ждем более явной ситуации для дальнейшей работы. Евро-доллар. Евро-доллар у нас с вами продолжает находиться в нисходящем тренде. На мой взгляд, цена имеет все шансы для того, чтобы дальше протестировать отметку 1.04, закрепиться ниже 1.04, с целями 1.03.50. И в рамках следующих торговых сессий это вполне возможно. После чего я думаю, что все-таки после такого сильного падения цена может скорректироваться. Поэтому по евро-доллару здесь опять-таки наиболее интересная позиция. Сейчас это торговля внутри дня. Давайте рассмотрим нефть марки Brent, которая сейчас торгуется на отметке 72.67 доллара. Последняя информация, которую мы с вами получили касаемо нефти, это то, что страна ОПЕК+, вновь начинает переговоры об отсрочке наращивания добычи нефти. Сразу несколько новостных изданий, такие как Reuters и Bloomberg об этом начали заявлять. Соответственно, срочка может продлиться несколько месяцев, что опять-таки может казаться на устойчивости нефти. И возможно наши цели ниже 70 страны ОПЕК+, могут все-таки поддержать и не дать случиться такому снижению. Также, что тоже очень важно отметить, по последней информации, будущий действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как мы с вами уже навека знаем, будет вводить пошлины, тарифы для многих стран, в том числе для своих ближайших соседей, таких как Канада и Мексика. Если мы с вами говорим про Канаду и про Мексику, то в том числе пошлины будут касаться нефти, сырой нефти, и они составят порядка 25%. Сейчас аналитики подсчитывают, какой будет ущерб, но так или иначе это все опять-таки сказывается на факторе, который может поддержать нефть марки Brent и не дать нефти снизиться ниже отметки 70 долларов. Соответственно, мы можем здесь увидеть какой-либо устойчивый боковой тренд на текущий момент времени. Да, наши цели пока не меняются, мы также пока рассматриваем нисходящее движение, но уже появляются новостные факторы, которые могут повлиять на наши с вами будущие действия касаемо среднесрочных позиций по нефти марки Brent. Сейчас на фоне текущих событий, также ожидаемых данных по запасам, о том, что они сокращаются более чем на 1 миллион баррелей, все-таки данные новости выступают для нефти поддержкой. Поэтому с нисходящими позициями пока временно мы, соответственно, приостанавливаем работу и смотрим за тем, что будет происходить дальше. Ну и давайте рассмотрим S&P 500. Сейчас S&P 500 торгуется на отметке 6037 долларов. По прогнозам Банков Америка к концу 2025 года стоимость S&P 500 составит 6600 долларов. Что ж, это значение вполне вероятно. Даже если мы смотрим на график недельного таймфрейма, это, вероятно, случится даже раньше. Что ж, поэтому по S&P 500 у нас с вами остаются планы по дальнейшим покупкам, по дальнейшему восходящему тренду. На сегодняшний день это были все наиболее важные события. Уважаемые трейдеры, торгуйте, зарабатывайте вместе с Amarkets. Всем всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok